Зеркальная техника Каждый человек своим мироощущением создает индивидуальный слой мира, отдельную реальность. Эта реальность, в зависимости от отношения человека, приобретает тот или иной оттенок. Если выражаться образно, там устанавливаются определенные погодные условия. Утренняя свежесть в сиянии солнца или пасмурное льет дождь. А бывает, что свирепствует ураган, либо вообще творится природная катастрофа. В какой-то мере окружающая действительность формируется, как это принято считать, в результате непосредственных действий человека. Но наибольшее число проблем возникает из-за негативного отношения. А потом всю эту заваренную метафизическим способом кашу приходится расхлебывать на физическом уровне, что только усложняет дело. В целом, картина отдельной реальности зависит от того, как человек настроен по отношению ко всему, что его окружает. Но в то же время его настрой обусловлен тем, что происходит вокруг. Получается замкнутая петля обратной связи. Реальность формируется как отражение образа мыслей человека, а образ, в свою очередь, во многом определяется самим отражением. Именно в силу этой зацикленности внимания на отражении мы получаем то, чего активно не желаем. Обычно негативные переживания всецело владеют вниманием человека. Он озабочен тем, что его не устраивает. Думает о том, чего не хочет. И не хочет того, о чем думает. Вот такой парадокс. Но наша жизнь не учитывает желание или нежелание человека. Она просто в точности передает содержание образа. Ни больше, ни меньше. Совершенно нелепая ситуация получается. Человек вечно таскает с собой то, чего не приемлет. Не язык мой, враг мой, а мысли, мои враги. Несмотря на весь абсурд, дело обстоит именно так. Что происходит, когда человек что-то ненавидит? Он вкладывает в это чувство единство эмоций и разума. И этот отчетливый образ заполняет собой весь слой мира. Что ненавидишь, то и получаешь в своей жизни в избытке. В результате человек еще больше раздражается, тем самым увеличивая силу своего чувства. Мысленно он отправляет всех куда подальше. Да пошли вы все! А жизнь возвращает этот бумеранг обратно. Ты послал, и тебя послали туда же. Количество неприятностей возрастает? Еще бы! Подобным же образом предмет осуждения проникает в слой обвинителя. Представьте себе такой характерный пример. Сердитая пожилая особа взирает на весь мир сукаризной. Она сама живое воплощение сурового и непогрешимого правосудия. Перед людьми и совестью права. А весь остальной мир должен держать ответ за то, что не пришелся ей по нраву. Картина сформулирована предельно конкретно и ясно. С таким гонором она создает вокруг себя равнозначную действительность, то есть сплошную несправедливость. Ну а как еще должен реагировать мир? Ее он не осуждает, а себя не оправдывает. Мир с присущим ему свойством становится именно таким, как его представляет. То же самое происходит в случае неприятия чего-либо. Например, если женщина резко отрицательно относится к потреблению алкоголя, она обречена сталкиваться с этим на каждом шагу. Ей постоянно будет досаждать пьянство в различных проявлениях, вплоть до того, что она выйдет замуж за алкоголика. Чем сильнее отвращение у жены, тем больше пьет муж. Время от времени он может предпринимать попытки завязать с этим делом, но она так сильно ненавидит пьянство, что буквально смакует свою неприязнь и со стервенением твердит свое. Да не бросишь ты пить. И действительно, если муж не имеет твердого намерения, жена, упертая в своем неприятии, может внедрить свои мысли в слой его мира. Склонность к пессимистическим ожиданиям вообще со стороны выглядит малопривлекательно. Настроение типа «А, все равно ничего не получится» подобно садомазохизму. Пессимист получает извращенное удовлетворение, упиваясь своей тяжкой долей. «Мир так плох, что дальше некуда. Такова моя судьба, и ничего с этим не поделаешь». Такая патологическая привычка находить упоение в негативизме развивается вместе с предрасположенностью к обидам. «Я такой замечательный, а вы не цените. Вот он верх несправедливости. Все. Я обиделся, и не уговаривайте меня. Вот умру. Тогда узнайте». И что в итоге получается? В жизни человека надежно укрепляется картина фатального неблагополучия. Обиженный сам заказывает неудачный сценарий и потом торжествует. «Ну что, я говорил?» А жизнь лишь исполняет заказ. Как изволите? С такой же фатальной обреченностью неудачник констатирует свое незавидное положение. Вся жизнь сплошной мрак, и впереди никакого просвета не видно. Он изо всех сил не желает такой судьбы, и поэтому всю мысленную энергию пускает на жалобы истинания. Но что может предложить ему жизнь, если в образе сплошное недовольство? Каков образ? «Я недоволен», «Я не хочу»? Таково и отражение. «Да, ты недоволен, и ты не хочешь». Опять лишь сам факт, ни больше, ни меньше. Недовольство имеет ту же парадоксальную природу, оно порождает само себя. Есть одно золотое правило, которое можно включить в учебник для полных идиотов. «Если я себе не нравлюсь, то я себе не нравлюсь». И в этой тавтологии заключается принцип, которым, как ни странно, руководствуется большинство людей. Взять, например, внешность. Можно заметить, что практически все маленькие дети очень симпатичны. Откуда же берется столько взрослых, недовольных своим внешним видом? Все оттуда же. Из отражения, которое возвращает обратно все претензии. Вырастают красивыми те, у кого преобладает склонность любоваться собой. Вот в чем их секрет. Они руководствуются правилом. «Если я себе нравлюсь, то у меня появляется все больше оснований для этого». Совсем другое дело, когда образ говорит своему отражению. «Что-то я поправилась, надо бы похудеть». На что жизнь бесстрастно отвечает. «Да, ты толстая, тебе надо худеть». Или так. «Что-то я отощал, надо бы подкачаться». На что следует ответ. «Да, ты хилый, тебе надо подкачаться». Реальность отзывается как эхо, подтверждая услышанное. Вот так и комплекс неполноценности взращивает сам себя. Вслед за низкой самооценкой идет соответствующий приговор, который жизнь воплощает в действительность. «У меня нет особых талантов». «Да, ты бездарность». «Я не достоин лучшей участи». «Да, тебе не на что больше рассчитывать». «А если вдобавок ко всему еще имеется врожденное чувство вины, тогда вообще пиши пропало». «Я виноват, я обязан отработать свой долг». «Да, ты достоин наказания, и ты его получишь». Ну а как же иначе? Если человек, пусть даже неосознанно, ощущает свою вину, что должно отразиться в зеркале, возмездие всенепременно. Стоит ли говорить, что беспокойство и страхи реализуются также незамедлительно? Человек опасается стольких вещей, что большинство из них не случается только потому, что это требует больших энергозатрат. Несчастье и катастрофы – это всегда аномалии, выбивающиеся из равновесного течения вариантов. Но если нежелательное событие лежит недалеко от течения, оно обязательно произойдет, потому что человек притягивает его своими мыслями. А вот сомнения действуют наоборот. В отличие от страха, который фиксирует внимание на возможной реализации какого-либо события, сомнение больше озабочено тем, что это не произойдет. И разумеется, во многих случаях сомнения как назло оправдываются. Но почему назло? Это человеку лишь кажется, что здесь работает закон подлости. На самом деле жизнь просто отражает содержание мыслей и только. В любом случае стремление чего-то избежать сильно повышает вероятность столкновения. Все делается наперекор, отчего человек нередко приходит в состояние раздражения, а то и пребывает в нем большую часть времени. Раздраженное состояние завершает общую картину мироощущения. В итоге получается интегральный образ. Я ощущаю дискомфорт. В соответствии с этим выстраивается индивидуальная реальность, в которой все идет к тому, чтобы этот дискомфорт сохранялся и еще более обострялся. Человек своим негативным отношением сам раскрашивает слой своего мира в черные тона. Любое отношение, в которое вкладывается неистовое чувство души и твердая убежденность разума, отражается в реальности. Причем буквально один к одному, независимо от того, что человек пытается выразить, влечение или неприятие. Жизнь просто констатирует содержание отношения, игнорируя его направленность. Как поступает человек, когда видит, что реализуется то, чего он не хочет? Вместо того, чтобы взглянуть на себя, он направляет все свое внимание на ситуацию и пытается ее изменить. Если мир не слушается и двигается совсем не в ту сторону, то человек пытается взять его за горло и тащить изо всех сил туда, куда ему надо. Трудная задача, ничего не скажешь. А во многих случаях и вообще невыполнимая. И все потому, что ситуация совершенно нелепа. Это все равно, что стоя перед зеркалом, стараться схватить руками свое отражение и что-то с ним сотворить. Путем прямого воздействия человек стремится изменить уже свершившуюся реальность. Дом построен, но не так, как хотелось бы. Приходится его разбирать и переделывать, но в итоге все равно получается не так. У человека ощущение, будто он сидит за рулем неуправляемого автомобиля. Тормоза не работают, мотор то глохнет, то ревет на полную мощность. Водитель старается вписаться в реальность, но автомобиль ведет себя совершенно непредсказуемо. По всей логике, для того, чтобы миновать препятствия, нужно повернуть в сторону. Однако получается совсем наоборот. С того момента, как только опасная преграда завладела вниманием, столкновение становится неизбежным. Руль поворачиваешь в одну сторону, а тебя несет в другую. И чем сильнее давишь на тормоза, тем выше скорость. Получается, что не человек управляет реальностью, а реальность управляет человеком. Ощущение, как в далеком детстве. Вот я бегу и реву изо всей мочи. Мир не желает мне подчиняться. Вот он как меня обидел. Ничего не хочу слушать и понимать. Просто бегу и ору. И мой рев модулируется ударами ног о землю. Вспомнили, как это бывает? И что же это я такой бестолковый? Бестолковый. Взрослые пытаются что-то объяснить, но у меня нет никакого желания в этом разбираться. Все должно быть по-моему и точка. Я повзрослел, но ничего не изменилось. Я так ничего и не понял. Я как прежде топаю ногой и требую, чтобы мир меня слушался. Но он все делает назло. И вот я снова бегу и ору. Бегу навстречу реальности, которая управляет мной. Она заставляет меня, словно устрицу, реагировать негативно. И от этого сама же становится все хуже. Так как же управлять этим сумасшедшим автомобилем? Что должен сделать человек? В чем его ошибка? Ошибка заключается в том, что он смотрит, не отрываясь на отражение, а не на себя. Отсюда и все его проблемы. А сделать следует вот что. Прежде всего нужно прекратить пытаться все вокруг контролировать и повернуть мир в нужную вам сторону. Это значит, что надо оторвать взгляд от преграды и взглянуть на себя, на свой путь. В этот момент сумасшедший автомобиль повернет туда, куда вам нужно. А дальше произойдет невероятное. Мир сам двинется навстречу и предложит вам дорогу, на которой будет меньше преград. Поймите, ваша жизнь — это зеркало, в котором отражается вся ваша сущность. И обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ. Образом является направление и характер мыслей человека. Вся беда в том, что люди сначала смотрят в зеркало и только вслед за этим выражают свое отношение к увиденному. Тем самым они вольно или невольно изъявляют намерение, что еще больше усугубляет действительность. Склонность к негативизму порождает все новые негативные черты в зеркале. Индивидуальный слой мира окрашивается в мрачные тона и наполняется малоприятными для его владельца событиями. Когда человек впадает в уныние, в зеркале, соответственно, тучи сгущаются все сильнее. А стоит ему настроить себя агрессивно, как мир в ответ тут же ощетинивается. Обратите внимание, если вы поссорились с кем-то, резко выразили свое недовольство, тогда вслед за этим обязательно нагрянет еще какая-нибудь неприятность. И чем больше раздражаешься, тем настырней цепляются новые напасти. Все вокруг начинают чем-то досаждать. Человек привязан к зеркалу нитями важности. Все, что там происходит, это, собственно, его жизнь, и она имеет большое значение. Человеку либо нравится то, что он видит, либо нет. Но в любом случае его мысли по содержанию совпадают с отражением и тем самым еще больше укрепляют существующие положения. Поскольку образ находится во власти отражения, постольку и человек попадает в полную зависимость от окружающей его действительности. Чем неистовее чувство, тем сильнее привязка к зеркалу. Что ты думаешь, это не важно. Главное, о чем. Нравится тебе отражение или нет, ты все равно думаешь об этом. Имеет значение лишь содержание мыслей. Неприятие всегда направлено в обратную сторону. Да отцепись же ты! Или как надоело все это! Но независимо от направления, отношение несет в себе предмет недовольства. А неистовое чувство, рожденное в единстве души и разума, придает образу четкие очертания. В результате в отражении начинает преобладать все то, что соответствует содержанию образа. Оттого бедные беднеют, а богатые богатеют. Все они смотрятся в зеркало мира, и каждый по-своему констатирует облик окружающей его реальности. Эта реальность засасывает, как болото. Старушка в очереди за пенсией, уставшая женщина с тяжелыми сумками в набитом автобусе, больной, скитающийся по медицинским учреждениям. Всеми своими мыслями они пребывают в этой мрачной действительности. А кто-то в это же время наслаждается жизнью. Море, яхты, путешествия, шикарные гостиницы, дорогие рестораны, все, что душе угодно. Во всех случаях, независимо от характера обстановки, производится констатация факта. Вот так мы и живем. Точнее, живем, как мыслим свое существование. Зеркало подтверждает и все больше укрепляет содержание образа мыслей. И не стоит приводить стандартные возражения, что, дескать, начальные условия у всех разные, кто-то родился в бедности, а кому-то досталось богатое наследство. Да, отправная точка во многом определяет, как начнется констатация образа жизни и как будет развиваться в дальнейшем. Но это вовсе не означает, что стартовый капитал решает все. Существует множество примеров, когда люди из самых низших слоев попадали в самое высшее общество и наоборот. Может, это редкие исключения, которые лишь подтверждают правила? Верно. Но вот только если исключения все-таки возможны, значит, не так уж незыблемо это правило. В какой бы глубокой яме вы ни находились, знайте, все можно изменить, причем радикально. И совершенно не важно, что вы понятия не имеете, как это осуществить. Вам не обязательно знать конкретный выход, он сам найдется. Вам кажется, что вы пребываете во власти обстоятельств, изменить которые не в состоянии. На самом деле это иллюзия. Бутафория, которую при желании легко разрушить. Дело в том, что мы неосознанно ходим по замкнутому кругу, наблюдаем реальность, выражаем отношения. Зеркало закрепляет содержание отношения в реальности. Для того, чтобы преобразовать реальность, нужно просто выйти из этого круга. Вот вы смотрите на окружающую действительность, и вам кажется, что изменить ее невозможно. И это действительно так, потому что вы пытаетесь воздействовать на отражение, но вы не в состоянии оказать на него значительное влияние. Зато вы способны взять под контроль свое отношение к реальности. Вам необходимо переключить внимание с отражения на образ. Другими словами, нужно взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь и пытаешься избежать, а о том, чего желаешь и стремишься достичь. Взгляните еще раз на формулу замкнутого круга. Человек в буквальном смысле движется по этому зеркальному кругу, как ослик, привязанный к зеркалу своим отношением. Примитивная реакция на действительность. Он столь же незатейливо пытается догнать отражение в стремлении что-то в нем изменить. А теперь попробуем обратить зеркальный круг вспять. Выражаем отношения. Зеркало закрепляет содержание отношения в реальности. Наблюдаем реальность. Что при этом получается? Примитивная и беспомощная констатация отражения прекращается. А на ее место приходит намеренная и целенаправленная констатация образа. Вместо того, чтобы привычно выражать недовольство по поводу увиденного в зеркале, я отворачиваюсь от него и начинаю в мыслях формировать тот образ, который хотел бы видеть. Это выход из зеркального лабиринта. Но человек больше привык действовать по правилу, что вижу, о том и говорю. А не говорю о том, что хочу видеть. Он посылает жизни свое недовольство. А так как эхо возвращает обратно лишь выхолощенную суть. Не хочу, чтобы шел дождь. 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 Не хочу учиться. 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 Не хочу работать. 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 В результате в действительности воплощается рафинированное содержание отношения. Можно представить себе следующий монолог зеркала уставшего от всей этой бестолковщины. Тебе плохо. Ладно. Чего тебе надобно, чтобы было хорошо? Ты не хочешь. Хорошо. Так может ты наконец скажешь, чего хочешь? Тебе не нравится. Ну так скажи, что нравится. Все очень просто. Негативные отношения необходимо заменить позитивным. Следует провести инвентаризацию мыслей и изъять оттуда все частицы «не». Недовольство, нежелание, неприятие, неодобрение, ненависть, неверие в успех и так далее. Весь этот мусор затолкать в мешок и выбросить на помойку. Ваши мысли должны быть направлены на то, что вам хочется и нравится. Вот тогда в зеркале будет отражаться только приятное. Следует понимать, что благообразная реальность будет сформирована не сразу. Понадобится терпение и осознанность. Теперь все не так, как прежде. Вы не реагируете на окружающую действительность, а принимаете команду на себя и сами намеренно посылаете в мир нужные вам мысли. Вопреки видимому негативному отражению выражаете позитивное отношение. Да, это, скажем так, необычно. Но что лучше, находиться во власти обстоятельств, как все обычные люди, или распоряжаться судьбой по своему усмотрению? Настроение у людей формируется как реакция на складывающиеся обстоятельства, удачные или неудачные. Склонность к негативизму, как правило, удерживает расположение духа на низком уровне. А надо делать иначе, намеренно создавать себе настроение. Уже одно лишь знание того, что я способен управлять реальностью, значительно поднимает дух. Своим намерением я выбираю краски для своей реальности. Независимо от обстоятельств, настраиваю себя на мажорный лад. Делаю это сознательно, а не реагирую примитивно на внешний раздражитель. Необходимо заиметь такую привычку. Создать настроение вам поможет визуализация, которая будет сопровождаться вдохновляющей позитивной музыкой. В идеале это должна быть картина, в которой ваша цель достигнута, и вы чувствуете себя великолепно. С другой стороны, будьте готовы к тому, что некоторое время в вашей жизни не будет наблюдаться никаких изменений. Или напротив, как назло, полезут всякие неприятности. Не отчаивайтесь. Это все временные неудобства, связанные с переездом на новый уровень отношений с реальностью. Вам нужно продолжать гнуть свою линию, несмотря ни на что. Спокойно держать паузу, в течение которой ничего не происходит. Если вы не поддадитесь искушению все бросить, и будете твердо стоять на своем, в зеркале сформируется желаемая реальность, и все будет по-вашему. Мироощущение должно быть таким, будто вы уже имеете то, что хотите, или вот-вот собираетесь получить. Помните, зеркало материализует то, что содержится в ваших мыслях. Например, если вас не удовлетворяет ваша внешность, вы смотритесь в зеркало без удовольствия. Все ваше внимание направлено на неприглядные черты, которые вам себе не нравятся, что вы и констатируете. Нужно понимать, что вы отражаетесь в зеркале мира в соответствии со своим отношением к себе. Возьмите себе новое правило. Не смотреть, а подглядывать в зеркало жизни. Хорошее выискивать, а плохое игнорировать. Все пропускать через этот фильтр. Сосредоточьте внимание на том, что хотите получить. Что вы делали раньше? Констатировали факт? Я толстая и некрасивая, я себе такой не нравлюсь. А зеркало все больше этот факт укрепляло. Верно, так оно и есть. Теперь же у вас другая задача. Выискивать в себе только те черты, которые вам нравятся, и одновременно представлять в мыслях желаемый образ. С этого момента вы только и делаете, что ищите и находите все новое подтверждение положительных изменений. С каждым днем все лучше и лучше. Если вы будете заниматься этой техникой регулярно, вскоре вам придется только успевать раскрывать рот от удивления. В общем, надо сначала формировать отношения и только потом глядеть в зеркало, а не наоборот. Конечно, потребуется определенное время, чтобы к этому привыкнуть, но игра стоит свеч. Теперь будете вы управлять реальностью, а не она вами. С учетом инертности материальной реализации, отражение мало-помалу преобразится в позитивное. Вскоре в вашей жизни накопится столько приятного, что уже не потребуется уговаривать себя развеселиться. Да ну, что-то не верится, скажете вы, если б все было так просто. Ну что ж, не хотите верить? Тогда разворачивайтесь и вперед. В погоню за отражением. Может, догоните? А вообще здесь ваша вера вовсе и не требуется. Не нужно верить. Просто исполняйте предложенную технику, а там сами увидите, что будет. Для обыденного разума такие вещи навсегда останутся непостижимыми, потому что работа мысли незаметна. Разум никогда не поймет, каким образом может осуществиться несбыточная с его точки зрения мечта. Он никогда не поверит, что такое возможно, пока не упрется лбом в свершившийся факт. Вот и оставьте разум в покое. Пусть он копошится в своих сомнениях. А вы тем временем делаете то, что должны делать. Да ну, что-то не получается, скажете вы. Действительно, эта техника слишком проста, чтобы можно было поверить в ее действенность. Все мы привыкли к трудным решениям сложных проблем. Люди не верят, что их мысли действительно способны оказывать влияние на реальность и всерьез такие вещи не воспринимают. А следовательно, и не пробуют это делать. Это первая причина отсутствия видимых результатов. Второй же причиной является обыкновенная непоследовательность в действиях. Обычно люди быстро загораются какой-нибудь идеей и потом так же быстро остывают. Но ведь чудес не бывает. Требуется сделать определенную работу, только в данном случае не руками, а головой. Теперь, когда вы знакомы с этой техникой, вам остается лишь применить ее на практике. Это и в самом деле просто. Для того, чтобы мысли зафиксировались в материальной действительности, нужно воспроизводить их систематически. Другими словами, необходимо регулярно крутить в мыслях картинку вашего будущего. В отличие от бесполезных мечтаний, которые происходят от случая к случаю, это конкретная работа. Таким образом, управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. В противном случае реальность управляет вами. Так что перестаньте, наконец, гоняться за отражением, и вы увидите, как жизнь пойдет вам навстречу. Резюме. Думайте не о том, чего не хотите, а о том, чего стремитесь достичь. Мысли и чувства при этом должны быть едины. Чтобы ваша визуализация превратилась в реальность, выполняйте эту технику систематически достаточно продолжительное время. Делайте это налегке и в удовольствие, отпустив хватку важности и сожалений. Субтитры создавал DimaTorzok